Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Свершилось в нашей стране на три года продлены сроки действия водительских удостоверений, которые надо было заменить в 2022 либо в 2023 годах В постановлении правительства говорится, что целью нового введения является снижение административной нагрузки на граждан и бизнес-сообщества Также на один год пролонгировано действие диагностических карт, транспортных средств, задействованных в перевозке опасных грузов на Крайнем Севере Напомню, что водительское удостоверение подлежит замене раз в 10 лет Для этого нужна медицинская справка, плюс оплата госпошлины 2000 рублей за стандартный документ Трасса 101 Центральный банк предложил в рамках ОСАГО разделить иномарки на две категории из дружественных и недружественных стран В последнем случае при ремонте после ДТП можно будет использовать неоригинальные запчасти Регулятор считает, что это неплохой выход в сложившихся условиях Пусть на машину установятся не фирменные детали, зато новые и подешевле Попутно Центробанк продолжает настаивать на невозможности применения для ремонта бэушных комплектующих Трасса 101 Черри Тиго сейчас возглавляет список самых покупаемых в России китайских автомобилей с пробегом На втором месте, по данным агентства Автостад, находится Лифан Солана На третьем – Грейт Волл Ховер Если заглянуть на сайт Авито, то, к примеру, пятилетний Черри Тиго 5 в настоящее время можно приобрести примерно за 1 миллион рублей Пятилетний Солана обойдется в полмиллиона А почти что за десятилетний Грейт Волл Ховер H5 просят 600-700 тысяч рублей Далее в списке наиболее востребованных китайцев значатся Лифан Х60, Джили М Грант, Черри Амулет и Джили МК Трасса 101 В России для покупки скоро будет доступен еще один электрический кроссовер из Поднебесной Называется он Левдео Т19 Внешне автомобиль напоминает, пожалуй, все популярные компактные паркетники вместе взятые В общем, ничего необычного Оснащается китайец электродвигателем мощностью почти 100 лошадиных сил Запас хода до 400 километров Точная стоимость новинки пока неизвестна По предположению экспертов, вряд ли она будет ниже 3 миллионов рублей Трасса 101 Вазовская шестерка на этой неделе прямо звезда новостных лент В Тольятти выставлен на продажу ВАЗ-2106 1977 года выпуска за 4 миллиона рублей Это сопоставимо с начальным заводским ценником Toyota Land Cruiser Prado Автор объявления уверяет, что машина находится в идеальном техническом состоянии Пробег всего 30 километров А в Тюмени шестерка стала фигурантом административного дела, которое завели на 16-летнего подростка Парень купил «Жигуль» и поехал на нем кататься Докатился до первого наряда ДПС Родители заявили, что не знали о приобретении сына На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирома Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова